Сегодня мы с вами продолжаем работать над грамматической материалом, а также практиковать навыки чтения, письма и аудирования. Сегодня мы опять с вами говорим о будущем времени. Мы с вами помним, что будущее время употребляется тогда, когда действие произошло tomorrow – завтра, next month, next year, next week, next Monday, next – следующим. Чтобы построить утвердительное предложение, нам нужно подлежащее вспомогательный глагол will и глагол смысловой в первой форме. Чтобы предложение было отрицательным, после вспомогательного глагола необходимо поставить частичку not. Мы с вами знаем, что мы можем употреблять will not, можем употреблять won't. А также мы знаем, что с I и we употребляется shall. Shall not – сокращенная форма – shunt. Чтобы задать вопрос, мы will ставим на первое место. Это общий вопрос, на который ответ будет – да или нет. Чтобы задать специальный вопрос, мы берем специальное вопросительное слово, вспомогательный глагол will, подлежащее и глагол в первой форме. Первая форма – это означает, что нет частички to и нет никаких окончаний. Закончите письмо, используя правильную форму глагола в будущем времени. Глаголы у вас указаны в скобках. Предложения у нас с вами утвердительные и отрицательные. Давайте вспомним. Чтобы построить утвердительное предложение, мы должны взять подлежащее, will и смысловой глагол. Чтобы предложение было отрицательным, после will я должна поставить частичку not. Let's read the email. Давайте читать email. Итак, действие происходит next year, произойдет в будущем году. Мы видим, что предложение должно быть отрицательным, у нас в скобочках есть not и смысловой глагол. Подлежащее he, после него вспомогательный глагол will и частичка not, сокращенно won't, и глаголы скобок will. The next. And he, not visit any more boring ruins. Опять предложение у нас отрицательное. Подлежащее he, после него беру вспомогательный глагол will, частичку not и смысловой глагол. Поставьте видео на паузу и выполните это задание. Следующее задание. Open your workbook at page 78. Are the sentences correct? Correct the incorrect sentences. Все ли предложения верны? Исправьте неверные предложения. Давайте посмотрим. Предложение утвердительное. У меня должно быть подлежащее, это John. Затем вспомогательный глагол will, есть, а затем смысловой глагол. Посмотрите, а у нас здесь есть и be, и arrive. Какая допущена ошибка? Подумайте, какой из них является смысловым глаголом? John что сделает? Пребудет в Англию в это время завтра. Смысловой глагол у нас arrive, поэтому be в данном случае употреблять нельзя. John will arrive in England. Вот это правильное предложение. The next sentence. I hope you will enjoy your holiday. Давайте посмотрим. Это предложение тоже утвердительное. Подлежащее you. Затем вспомогательный глагол will. И затем смысловой глагол в первой форме. Вспомните, что означает первая форма. Молодцы, конечно же. В первой форме не должно быть никаких окончаний. Я должна взять глагол enjoy. Read the correct sentence. Читаем правильное предложение. I hope you will enjoy your holiday. Поставьте видео на паузу и выполните это задание. Let's check. Давайте проверим. It will be sunny in New Zealand in December. Предложение утвердительное. На первом месте подлежащее it. Затем вспомогательный глагол will. И смысловой глагол в первой форме. У нас смысловой глагол здесь be. Будет солнечно. Это предложение построено правильно. The next sentence. It's sunny today. I think I'll go into the beach. Сегодня солнечно. Я думаю, что я пойду на пляж. Давайте посмотрим. Подлежащее I. После него вспомогательный глагол will. Мы знаем, что I'll – это сокращенная форма. После will я должна употребить смысловой глагол в первой форме. Что значит первая форма? Молодцы! Это означает, что не должно быть никаких окончаний. И верное предложение будет one, two. I think I'll go to the beach. The next sentence. Do you think the weather will too cold in September? Обратите внимание, у нас в будущем времени построена вторая часть предложения. Подлежащее – это the weather, предложение утвердительное. После него должен быть вспомогательный глагол will. Он у нас есть. Затем смысловой глагол в первой форме. А его у нас нет. Мы должны употребить здесь смысловой глагол be. И читаем правильное предложение. Do you think the weather will be too cold in September? The next sentence. I will be sent you a postcard from Colombia. Предложение утвердительное. На первом месте подлежащее – I. Затем вспомогательный глагол will. И смысловой глагол в первой форме. Какой из глаголов у нас смысловой? Конечно же, посылать. И be – употреблять нельзя. I will send you a postcard from Colombia. Окей, well done. The next task. Let's play a telepathy game. Давайте с вами поиграем в игру телепат. Talking about the future using will. Поговорим о будущем с использованием вспомогательного глагола will. Вам необходимо пройти по ссылке, и вы увидите следующее рабочее окно. How to play. Как играть. You will see two answers. У тебя будет два ответа. A и B. Choose one and write it down. Выбери только один и запиши его. There are ten questions. У тебя будет десять вопросов. Попробуй отгадать, какой правильный ответ заложен. Если ты ответишь правильно, ты получишь one point. Количество правильных ответов покажет количество баллов за эту игру. Are you ready? Ты готов начать играть? Let's do. The first question. What will you do this weekend? Первый вопрос, который вы увидите, будет What will you do this weekend? Поставьте видео на паузу и напишите тот ответ, который вы думаете, что будет правильным. Обратите внимание, вы должны просто отгадать. И если вам повезло и вы отгадали, вы заработали один балл. I wish you good luck. Желаю удачи. And now do the test. Ну а теперь сделаем тест. Пройдите по ссылке и выполните тест, который покажет, насколько хорошо вы усвоили эту грамматическую тему. Test Future Simple. По грамматической теме будущее время. Напишите свою фамилию, имя, класс, выберите правильный ответ. Обращаю ваше внимание, тест вы выполняете только один раз, и все ваши результаты учитель получит автоматически. Не торопитесь, будьте очень внимательны. Это ваша оценка по теме Future Simple. I wish you good luck. Желаю удачи. Well done. Мы хорошо поработали. Our lesson is over. Goodbye, my dear children.